МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости дня. О главных событиях региона готовы рассказать корреспонденты ОРТ и я, Даниил Добрин. Вначале коротко некоторые темы выпуска. Задать вопрос президенту. На ежегодной пресс-конференции Путина работает съемочная группа ОРТ. 100 миллионов многодетным. Губернатор Оренбуржья предлагает дополнительную помощь семьям с детьми. Бюджет Оренбурга на 2022 год принят. Общая сумма беспрецедентные 19,5 миллиардов рублей. Россияне не будут брать кредиты на предстоящие новогодние праздники, но тратить готовы от 5 тысяч рублей. Чудеса случаются, когда есть желание стать волшебником. Мечты юных оренбуржцев сбываются. Надежда побеждает и идет дальше. Оренбуржские баскетболистки в матче плей-офф Еврокубка разгромили соперников. И начнем с главного политического события дня. В Москве прошла большая ежегодная пресс-конференция президента Владимира Путина. Ее традиционно транслируют федеральные каналы и интернет-издания. На Манежной площади собрались более 500 журналистов, чтобы задать главе государства самые насущные вопросы. Съемочная группа ОРТ также работает в столице. Журналисты начали собираться на Манежной площади ранним утром, когда на улицах столицы еще было темно. В этом году из-за пандемии коронавируса для участия в пресс-конференции всем представителям СМИ нужно было сдавать три ПЦР-теста. И только с условием отрицательного результата журналисты попадали в здание. После настройки оборудования начинается работа в зале конференции. До начала пресс-конференции осталось буквально 20 минут, и идут последние приготовления журналисты уже в зале, операторы. Их попросили встать за стульями, то есть это в конце зала. Они смогут снимать как общий план, так и картинку с экранов. Тут достаточно хороший сигнал, за исключением, что нельзя пользоваться радиомикрофонами и другими устройствами. Также организаторы просят отключить мобильные телефоны полностью, чтобы не мешать прямой трансляции. Представители региональных и федеральных СМИ подготовили целый ряд вопросов. Касаются они экологии, доступности жилья, политических событий и в стране, и с рубежом. Не обошлось и без тем, связанных с пандемией. Оценивая темпы вакцинации, президент заявил, что почти 60% жителей страны сделали прививки либо переболели COVID-19. Но этого недостаточно для формирования коллективного иммунитета. Нужно 80%. Путин выразил надежду, что достичь этого показателя удастся уже к концу первого квартала 2022 года. Спрашивали журналисты и о том, чем объясняются новые волны коронавируса. И предлагали ввести уголовное наказание для тех, кто призывает не прививаться. По мнению президента, меры преследования за отказ от вакцинации от ковида в России вводить не нужно. Нужно ли вводить какие-то меры преследования на этот счет? Я думаю, что нет. Дело совершенно не в какой-то политической воле. Нам нужно идти по другому пути. Нужно с уважением относиться к людям, несмотря на их позицию. И терпеливо разъяснять необходимость принятия определенных мер. Звучали вопросы и о газовой ситуации в Европе, об отношениях с Белоруссией и Китаем, о Зеленском и добрососедских отношениях с Украиной, о пытках в российских тюрьмах, продлении программы переселения из аварийного жилья, поддержке материнства и детства, о доступности лекарств для детей со сложными заболеваниями. Эта конференция Владимира Путина уже 17-я по счету. Длилась она более 4-х часов. Все подробности в наших следующих выпусках. И еще из официальных новостей. В Доме Советов прошло расширенное заседание правительства области. Повестка дня обширная. Порядка 70 вопросов. Члены правительства коснулись всех в сфер жизни региона. Подробнее Наталья Мороз. Одна из первых тем на повестке дня – безопасность во время предстоящих новогодних каникул. На усиленный режим работы уходят все оперативные экстренные службы, которые будут обеспечивать безопасность в том числе и в местах массового скопления людей, торговых комплексах, объектах культуры и спорта. Главная задача – чтобы новогодние дни не были омрачены трагедиями и чрезвычайными ситуациями. Поэтому с 30 декабря по 9 января в регионе вводится особый противопожарный режим. Осторожность должна быть прежде всего. К сожалению, часто проходят эти мероприятия в связи с нарушением соответствующих режимов, в связи с тем, что очень много бывает переездов. Поэтому, конечно, надо внимательно осмотреть и за погодой, и все-таки воздержаться от больших переездов в праздничные выходные дни. Говорили о поддержке агропромышленного комплекса. Впервые в следующем году будут субсидироваться ряд новых направлений. Это развитие овощеводства с закрытого грунта. Выделяется порядка 20 миллионов рублей. В том числе почти 16,5 – это средства из федерального бюджета. Поддержка сельского туризма. Она будет выражаться в виде грантов сельхозтоваропроизводителям, которые обеспечивают рост объемов доходов от услуг в сфере сельского туризма. На это будет направлено почти 7,5 миллионов рублей. Изменения будут и в секторе социального развития населения. Увеличатся выплаты родителям и вдовам военнослужащих УВД и УФСБ, которые погибли при исполнении служебного долга. С одной тысячи до полутора тысяч рублей. Таких в области 715 человек. До двух тысяч рублей будут получать дети сотрудников, которые также погибли при исполнении. Особое поручение глава региона дает руководителям сразу двух ведомств – министру финансов и социального развития. Оно касается увеличения выплат для многодетных семей, которых в нашем регионе за последние три года увеличилось. И сегодня насчитывается 29 тысяч. Я все-таки прошу подготовить соответствующие проекты, постановления, решения каких-то и увеличить сумму многодетных семей. Минимум на 100 миллионов. Подготовить проекты постановления Денис Паслер попросил уже к следующему заседанию правительства, а также поблагодарил коллег за оперативное рассмотрение повестки дня. Работа почти по 70 вопросам завершилась в течение двух часов. Наталья Мороз, Алексей Назин, Новости дня. И теперь к городским событиям. 19,5 миллиардов рублей – беспрецедентная сумма бюджета города Оренбурга. Депутаты городского совета практически единогласно одобрили его проект на финальном заседании года. Бюджет принят с внесенными поправками. На заседаниях комитета в последние месяцы шла горячая дискуссия по поводу некоторых вопросов проекта главного финансового документа областного центра. Дебаты касались ремонта и строительства образовательных учреждений города в следующем году, обеспечения питанием школьников и дошкольников, решения вопроса с ликвидацией несанкционированных свалок и другие. Мы постарались досконально проработать все возможности пополнения доходной части городского бюджета. Принятый бюджет города на 2022 год по доходам и расходам составляет 19 миллиардов 551 миллион 446 тысяч 301 рубль. Несомненно, это бюджет роста. Главное, бюджет на 2022 и плановые периоды 2023-2024 годов сохранил свою социальную направленность. Около 60% всех средств пойдет на решение нужд, связанных со здравоохранением, образованием, социальной поддержкой населения. Кроме того, как подчеркнули депутаты, принятием главного финансового документа Оренбурга работа над ним не заканчивается. В следующем году все возникающие острые нужды будут в оперативном порядке решаться. Поэтому итоговая сумма расходов по факту вполне возможно превысит озвученные 19,5 миллиардов. Сейчас прервемся и вот о чем расскажем далее в программе. Не переключайтесь. Россияне не будут брать кредиты на предстоящие новогодние праздники, но тратить готовы от 5000 рублей. Чудеса случаются, когда есть желание стать волшебником. Мечты юных оренбуржцев сбываются. Надежда побеждает и идет дальше. Оренбургские баскетболистки в матче плей-офф Еврокубка разгромили соперников. Это новости дня. Мы продолжаем. Россияне не готовы брать кредиты на предстоящие новогодние праздники. 70% опрошенных финансовыми аналитиками обойдутся заработанными или отложенными средствами. Половине респондентов вполне хватит зарплаты. 26% воспользуются отложенными заранее средствами. Остальные 19% опрошенных рассказали, что не будут тратиться на этот праздник. Тогда как 6% все же готовы занять деньги при необходимости. На празднование Нового года более трети россиян, 35%, хотят потратить в общей сложности от 20 до 50 тысяч рублей, включая подарки, праздничный стол, поездки и развлечения. 29% планируют израсходовать от 10 до 20 тысяч рублей, а 23% — 5-10 тысяч рублей. Сумму более 50 тысяч рублей на новогодние каникулы заложил каждый восьмой участник опроса. В большей степени жители страны будут тратить на подарки, а каждый пятый респондент — на праздничный стол. Еще меньше планируют расходы на поездки и развлечения в новогодние каникулы. Наступающий 2022-й большинство россиян хотят традиционно встречать дома, в кругу семьи или друзей. Но 15% планируют сделать это на даче или в загородном отеле. В поездку отправится 7% респондентов, и лишь 2% отпразднуют Новый год в ресторане или клубе. Итак, до самой волшебной ночи в году остается неделя. Россияне заняты поиском подарков для детей, родных и друзей. Но как не прогадать с выбором и подарить действительно что-то стоящее? Анастасия Кубатко попыталась уложиться в средний бюджет, и вот что из этого получилось. Для начала определяем круг интересов того, кому предназначается подарок. Что ему нравится, чем увлекается. Чтобы он был действительно нужным, а не пылился на полке. Определяем мы свой бюджет. Социологи посчитали, а в среднем каждый россиянин готов потратить на все новогодние подарки около 13 тысяч рублей. А сумма на друзей или знакомых равна полутора тысячам. Вот и мы берем эту цифру за основу и отправляемся по магазинам. Если вы выбираете подарок для всей семьи, то присмотритесь к зимним видам спорта. Вот, например, вот такая ватрушка. И вместе время проведете, и повеселитесь. А если ищете персональные подарки, то для мужчин идеально подойдут беспроводные наушники, электробритва, банный халат, элитный алкоголь или же набор инструментов. А вот с подарком для дам все куда проще. Эффектный сервиз, красивый уходовый набор. И можно еще подарить весы, но только кухонные. А то обидимся. Обидеться могут и коллеги по работе, если вы подарите им постельное белье или, например, банный халат. Ведь существует целый деловой этикет дарения подарков, который нужно соблюдать, если не хотите в свой адрес косых взглядов. Для равного коллеги мы можем подарить то, что приемлемо в сфере общения, интересов, общих ценностей. Если подарок для более авторитетного, да, вышестоящего лица, ну, это тоже очень такой тонкий момент, да, можно переборщить. И тогда, получается, этот жест будет оцениваться и равными, что это такое происходит, что вы задариваете своего начальника. А что же тогда можно дарить? Да многое. Это и беспроводная зарядка, и брендовая ручка, коллекционные шахматы. При этом украшением праздника станет и съедобный букет. Долго он не простоит, зато вкусно, сытно и точно много положительных эмоций. Впрочем, лучший вариант не гадать, а спросить напрямую, какой подарок ты хочешь получить в этом году. Анастасия Кубатко, Станислав Доминов, Новости дня. Дети озвучивали свои предновогодние мечты, а добрые волшебники в лице наших зрителей их осуществили. Традиционная ежегодная акция ОРТ – стать волшебником просто на финишной прямой. Теперь самое интересное – подарки отправляются к адресатам. Новогодняя мечта еще одного юного оренбушца осуществилась. Саша Золотов получил от доброго волшебника подарок, о котором мечтал долгое время. Теперь семилетний Саша Золотов может играть с любимыми машинками не только дома, в импровизированном гараже. Добрый волшебник подарил ему очки виртуальной реальности. То, что загадывал Саша. Достаточно загрузить программу, и вот он управляет транспортом. От виртуального мира ребенок в восторге. Вот, там какие-то дороги были. Саша давно хотел такой подарок и не раз говорил о своем желании маме. Такой привет от волшебника – лучшее, что он мог представить в предновогодние дни. Ты мне оба довезения не гладить. И под елку ссывать. Волшебник, я тебя люблю. Причем еще тоже волшебник. Реальная жизнь Саши далеко не так красочна, как его новая игра. У мальчика иммунная тромбоцитопения в тяжелой хронической форме. В любой момент могут появиться синяки и кровопотеки. Также поставлен диагноз – задержка развития. Подарок не только дарит мальчику яркие эмоции, но и полезен для развития. У ребенка очень много ограничений. Элементарное. Самокат, велосипед нам врач не разрешает. И вот такие вот игры для его воображения, скажем, развлечения. То есть я, конечно, как мама, приветствую. Мама не скрывает радость, глядя на то, как искрятся глаза у ребенка. Как ты думаешь, мама счастлива? Да. А почему мама счастлива? Когда я ребенок счастлив. Сегодня, играя в очках виртуальной реальности, Саша Золотов желает всем оренбуржцам отличного Нового года. Своей улыбкой показывая, что сдаваться нельзя ни при каких трудностях. Елена Еремина, Семен Воробьев. Новости дня. Новый год без света. Сегодня сразу нескольким оренбуржцам, которые не оплатили за потребление электроэнергии, отключили свет. У некоторых жителей областного центра накопился долг больше, чем за год. Вместе со специалистом «Энергосбыт плюс» наши корреспонденты выехали к нарушителям. Подробности далее. Специалист «Энергосбыт плюс» отключил свет в одной из квартир дома на проспекте Дзержинского. Ее жильцы не платили за электроэнергию длительное время. Об ограничениях предупреждали еще месяц назад. Хозяев нет на месте. Но когда они появятся дома, вспомнят о своем долге. На стене оставляют наклейку «Здесь живет должник». Ее пломбируют. Отключаем свет. Все, смотрим. Щиток по номеру счетчик. Отключают свет и в доме по улице Сергея Лозо. Здесь житель последний раз платил по счетам еще в 2020 году. Его также предупреждали об отключении еще в ноябре. Оплата так и не поступила. Долгий нет. Вот он так раскручает свет. Отключение света – крайняя мера, которая помогает напомнить оренбуржцам о долгах. Ограничения, которые мы производим, они планомерные. И ежемесячно рассылаются уведомления. То есть заранее должник знает о том, что у него есть задолженность. Ему дается определенное количество времени для того, чтобы он оплатил. Ему разъясняется, что он может заключить соглашение о реструктуризации. Вовремя оплатив свет проблем не будет. Всего на сегодня просроченная задолженность жителей области за тепловую энергию и свет – более 1 миллиарда рублей. Если должник доведет ситуацию до крайности, придется заплатить не только накопившуюся сумму, но и дополнительно за подключение – 3 тысячи рублей. Уведомления о предстоящем ограничении уже получили свыше 2 тысяч оренбуржцев. И чтобы не остаться без света на новогодние праздники, энергетики рекомендуют погасить долги или обратиться к специалистам за рассрочкой. Елена Еремина, Семен Воробьев. Новости дня. О спорте. Новогодний подарок себе и болельщикам. Оренбургская надежда выиграла ответный матч-плей-офф баскетбольного Еврокубка у словацкого Ружембирока. Первая встреча в Словакии победителей не выявила. 86-86. И судьба путевки в следующий раунд решалась на паркете СКК Оренбуржья. Стартовая четверть словно продолжением матча в Ружембироке. Поначалу упорная борьба. В конце наши оторвались на 4 очка, но на последних секундах Эдриан Мотли дальним броском сократила отрыв до минимума. К слову, с героиней первой встречи наши успешно справились. Тогда Мотли просто солировала на площадке, набрав 31 очко. Сейчас ограничилась 11-ю. Едва начался второй период, как Надежда совершила ставший уже фирменным рывок. Ничего не дали забить гостям, сами набрали 12 очков подряд. Большому перерыву отрыв уже достаточно комфортный. 46-30. Служембирок очень агрессивная команда как в защите, так и в нападении. Мы делали на этом акцент, много их разбирали. Мы готовились к этой агрессивной защите. Отдать нужное должное нашим девочкам, что мы справились с планом на игру. Третья четверть часто ключевая. Маркиша Гветлинг двумя попаданиями увеличила отрыв, и долгое время цифры на табло не менялись. Потом из-за дуги попала Медведева, за ней намок. И перед завершающей четвертью имеем плюс 25. Такой отрыв за 10 минут не отыгрывается. В концовке словацкие баскетболистки просто сдались и перестали попадать в кольцо. В нашем составе сразу пятеро набрали 10 и более очков. Больше всех 15 – Гветлинг. Богата коллекция у Хайдман. 10 баллов, 11 подборов, 6 передач и перехват. Оренбурженки доказали, что сильнее – 80-51. Процент неплохой. Хороший. Потерь было много, конечно, но выиграли, и ладно. Над этим поработаем, над своей статистикой, над своими действиями какими-то. Поэтому командная работа – самое главное. Другие российские команды выступили по-разному. Сыктывкарская Ника и во Франции разгромила Ля Роше, а Енисей проиграл Олимпиакосу и дома. Надежда выходит в раунд 16, где в середине января сыграет с польским полковицы. Анатолий Юденич, Антон Полянский. Новости дня. На этом все. Вернуться к этому выпуску, а также другим нашим телепроектам, вы всегда можете на нашем сайте орттв.ру. Присоединяйтесь и к группам телеканала в социальных сетях. А прямо сейчас подробный прогноз на ближайшие сутки в рубрике «О погоде и не только». Всего вам доброго и до встречи в эфире.